Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Третий путь для ОДКБ закрыт. Ереван создал беспрецедентную ситуацию. В Армении широкий резонанс получила оперативное решение ОДКБ созвать 13 июля заседание постоянного совета в связи с провокацией Азербайджана на Тавужском направлении, а затем решение отложить заседание на неопределенное время. По сути, такое поведение вполне характерно для ОДКБ, который не имеет ничего общего с логикой военно-политического блока. Поскольку ОДКБ является нелогичным блоком, то не следует ждать от него логичных решений. О том, что подобного блока на деле не существует, в декабре 2014 года на неофициальном саммите в Москве, заявил открытым текстом Серж Саркисян. Он упрекнул глав стран ОДКБ в том, что после провокации на границе Армении, они даже не берут трубку, чтобы поинтересоваться, что происходит. В этом смысле ОДКБ всегда была платформой для политической конкуренции на постсоветском пространстве и выяснения отношений с Россией. Причем границы блока относительны. И не входящий в ОДКБ Азербайджан, к примеру, мог оказывать больше влияния на блок, чем его член Армения. Вопрос тут в том, что в какой мере Армения способна ставить перед ОДКБ самостоятельные и четкие вопросы, поскольку без этого бессмысленно апеллировать к блоку. После бархатной революции Ереван заявил, что взялся за повышение роли и значимости ОДКБ. Ключевым здесь является неизменение политики Еревана по арцахской проблеме и в отношениях с Азербайджаном. Дело в том, что все это неизбежно приводит к очной ставке с ОДКБ. Жесткий удар в Тавуша был ударом и для ОДКБ, вот почему было сначала принято решение созвать заседание. Потом, конечно, его отсрочили, но это говорит о проблеме ОДКБ больше с Азербайджаном, чем Арменией. Решению отсрочить заседание ОДКБ предшествовали телефонные переговоры министра ИД России с главами МИД Армении и Азербайджана, в ходе которых Лавров призвал незамедлительно прекратить огонь, то есть зафиксировать сложившееся положение. Можно ли полагать, что отмена заседания произошла после того, как Баку согласился смириться с потерей? В противном случае и ОДКБ, и Баку могут оказаться в обоюдном тупике, если Баку попытается вернуть утерянное, а Ереван останется на позициях мощного удара по Тавушу. ОДКБ в конце концов должен будет либо поддержать Ереван, либо объявить о самороспуске. Ситуация в мире давно уже вступила в период открытой игры, и третий путь, который может привести к курьезу во внутриполитической жизни Армении, в геополитике может привести к довольно серьезным последствиям. В ОДКБ прекрасно знают об этом. Как и Баку, понимая, что не стоит злоупотреблять доверием и загонять ОДКБ в угол, который станет бедой для Азербайджана. Заграб Мнациканян, МИД Армении на постоянной связи со странами-сопредседателями МГОБСЕ и членами ОДКБ. Министерство иностранных дел Армении в результате действий на армяно-азербайджанской границе, развязанных Азербайджаном, на постоянной связи со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ и государствами-членами ОДКБ. Как передает Арменпресс, об этом на внеочередном заседании правительства, сказал министр иностранных дел Армении Заграб Мнациканян. Со вчерашнего дня мы на постоянной связи со странами-сопредседателями МГОБСЕ, с личным представителем действующего председателя ОБСЕ. В плане обмена и координации информации эта работа продолжается и в данный момент. Параллельно с этим мы находимся на связи и с генеральным секретарем ОДКБ и государствами-членами ОДКБ. Эта связь также непрерывна. И естественно, в этом плане наша работа со всеми остальными партнерами продолжается и будет продолжаться, сказал Мнациканян. Министр добавил, что МИД информирует о ходе событий, о всех тех развитиях, которые происходят в этом направлении. Министерство обороны Армении заявило, что военнослужащие в воскресенье Азербайджана 12 июля около 12 часов 30 минут на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны военнослужащие Азербайджана, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13 часов 45 минут военнослужащие в воскресенье Азербайджана с применением артиллерии повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако понеся потери были отброшены армянской стороной, написала Степанян, добавив, что с армянской стороны потерь нет. Алиев созвал свой совет безопасности и выступил с речью. Сегодня под председательством президента Азербайджана Эльхама Алиева было созвано заседание Совета безопасности Азербайджана. По сообщению азербайджанских СМИ, глава государства выступил на заседании с речью, после чего оно продолжилось в закрытом режиме. Другие подробности пока не сообщаются, передает радио Азатутин. Вчера после полудня резко обострилась ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы, когда военнослужащие воскресенье Азербайджана на автомобиле УАЗ пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. Стороны применяют артиллерийский огонь. Азербайджан уже сообщил о гибели четырех военнослужащих и ранении еще как минимум четырех. С армянской стороны, согласно официальным сообщениям, погибших нет. Легкие ранения получили двое полицейских, несущих боевую службу на границе. Официальный Ереван решительно осуждает нарушение режима прекращения огня, начатое в полдень 12 июля азербайджанскими вооруженными силами в направлении Тавушской области РА, сопровождавшаяся попытками прорыва армянских укреплений и применением артиллерии, заявляя, что вся ответственность за последствия данных провокационных действий лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана. Армения осуждает попытки Турции спровоцировать нестабильность в регионе. Заявление МИД – ра относительно заявления МИД Турции. 12 июля Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором не только выразило безоговорочную поддержку Азербайджану, фактически оправдывая применение силы Азербайджанам на армяно-азербайджанской границе, но и распространило откровенно ложную и водящую в заблуждение информацию. Подобная провокационная манера Турции и необоснованные обвинения в адрес Армении подтверждают тот факт, что эта страна действует не как член Минской группы ОБСЕ, а как сторона, вовлеченная в Нагорно-Карабахский конфликт. Данный факт делает более чем невозможным какое-либо международное вовлечение Турции в Карабахский конфликт, прежде всего в рамках ОБСЕ. Стремление Турции вмешиваться в конфликты в соседних регионах уже привело к подрыву безопасности и распространению нестабильности в данных регионах. Решительно осуждаем попытки Турции спровоцировать нестабильность в нашем регионе и подтверждаем, что Республика Армения продолжит последовательно выступать с позицией сохранения и укрепления международной и региональной безопасности, тесно сотрудничая в этом направлении со своими международными партнерами. Пресс-служба МИД Армении. Шаги Турции нацелены на то, чтобы причинить боль России. Политолог Степа Сафарян в беседе с Ларагвайр. М. коснулся отмены заседания Постоянного совета ОДКБ, где должна была обсуждаться провокация Азербайджана в направлении Тавушского марза Армении. По словам Сафарина, официально заседание было отложено для проведения консультаций между сторонами. Какова реальная причина, сложно сказать. Скажем, Турция выступила с двумя заявлениями, оба в поддержку Азербайджана. И в этом разрезе важна оценка военно-политического блока, в котором состоит Армения, сказал Сафарян. По его словам, Турция, безусловно, обеспокоена неудачами младшего брата. С другой стороны, заявления Турции нацелены на то, чтобы причинить боль России. Несмотря на признаки потепления, русско-турецкие отношения сложно назвать гладкими. Они находятся под влиянием бизнес-проектов, и Турция не могла быть довольна тем, что православная церковь и московский патриарх осудили превращение собора СВ. Софии в мечеть. Вряд ли можно объяснить поведение Турции одним фактором, но даже в этой ситуации Турция могла проявить нейтралитет. Между тем, она предпочла предвзятые отношения, причем на Кавказе, который считается зоной влияния России, а Армения – стратегическим союзником России. Это значит, что поставлена также цель причинить боль России, сказал он. Как отметил Сафариан, нельзя исключить и другие шаги Турции. Но я не думаю, что Азербайджан готов к войне, или та же Турция готова воевать за Азербайджан, добавил он. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осуждают нарушение режима прекращения огня. Заявление. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осуждают нарушение режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе. Как передает Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Игоря Попова, Российская Федерация, Стефана Висконти, Франция, и Эндрю Шефера, Соединенные Штаты Америки. По сообщениям Министерств обороны Армении и Азербайджана, а также других источников, 12-13 июля произошло серьезное нарушение режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе, что привело к человеческим жертвам. Как сообщается, обеими сторонами использовалась артиллерия различных калибров. Сопредседатели Минской группы и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджи Каспаршик сожалеют о гибели людей и выражают соболезнования семьям погибших и раненых. Сопредседатели находятся в прямом контакте с официальными должностными лицами Армении и Азербайджана с самого начала инцидента, говорится в заявлении. Сопредседатели отмечают, что стороны обвинили друг друга в начале боевых действий. Сопредседатели Минской группы осуждают недавние нарушения режима прекращения огня, и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта, в том числе путем использования существующего между ними прямого канала связи. Сопредседатели Минской группы также призывают стороны как можно скорее возобновить предметные переговоры и подчеркивают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства, говорится в заявлении.